Добрый вечер! Это первая студия и, как всегда, об актуальном сегодня поговорим о бюджете нашего региона. У нас в гостях руководитель управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области Назарчук Ирина Петровна. Ирина Петровна, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о бюджете на следующий год. Насколько он изменился? Добрый вечер! Бюджет на следующий год у нас кардинально, я не хочу сказать, что он кардинально может поменяться, но объем бюджета практически остается на уровне. В этом году есть 580 миллиардов тенге у нас вместе с целевыми трансфертами. На следующий год наши только средства будут 480 миллиардов, и сейчас работают все над тем, что какие на год целевые трансферты выделены. Что могу сказать, что у нас продолжится в следующем году? Это, конечно, выполнение национального проекта «Комфортная школа». Будет еще планируется строительство трех школ. Это именно поручение главы государства. Это реализация предвыборных программ дворех районов наших Акимов. Мы в прошлом году выбрали трех Акимов районов. Это Щербактинский район, Актагайский, Железинский район. В текущем году мы на реализацию предвыборной платформы выделили средства, а на следующий год мы также планируем обеспечить полностью 100% реализации предвыборных платформ. Продолжим реализацию нашего проекта, я хочу сказать, регионального. Это бонусные трансферты районам, это дополнительные средства районам, конечно, за счет которых Акимов районов очень много могли сделать уже в текущем году, и на следующий год будут направляться реализации проектов, таких как и по водоснабжению, спортивные детские площадки, благоустройство какое-то, водопроводы. То есть в этом направлении работают все вопросы, которые возникают при отчетных встречах Акимов районов с населением. И еще одно направление, это инициатива главы государства, это проект Аза Казахстан. Это обязательно в следующем году в городах, районах будут предусматриваться средства, целенаправленные средства для того, чтобы мы поддерживали ту инфраструктуру, благоустройство, санитарные элементы благоустройства, больше всего населенных пунктов. То есть мы за это время, за течение нескольких лет, очень много построили детских площадок, внутри дворовых территорий, освещение, линии освещения. То есть это должно все соблюдаться и содержаться в достойном порядке, наверное, так функционировать. Вот это тоже направление будет рассматриваться. Ну и, конечно, все наши бюджетные проекты, это, конечно, теплоснабжение, водоснабжение, это реконструкция, модернизация сетей. И еще один у нас планируется в рамках ГЧП, большой проект на следующий год, это строительство ледовой арены в городе Павлодаре. Это от микрорайон до стык, сейчас идут конкурсные процедуры по этому проекту. Но надеемся, что на следующий год уже мы начнем реализацию этого проекта. Вот что касается бонусных средств, о которых вы говорили, для КИМ и районов, они самостоятельно выбирают, на какую сферу направить эти средства, правильно? Да, да. Это была в этом году инициатива у нас, КИМа нашего. Значит, мы рассчитали им бонусные трансферты, где-то порядка 7 миллиардов 700 миллионов тенге. В первоначальном бюджете определено было 200 проектов. Эти проекты не были привязаны к каким-то индикаторам, к каким-то национальным проектам, отраслевым программам или планам мероприятий. То есть пошли на выполнение только тех пожеланий населения, которые есть и которые проблемы существуют, годами не решались все проблемы. Сейчас вот в течение года уже была экономия, проектов еще добавилось, это, скажу вам, очень много в освещении, это порядка 20 населенных пунктов освещения решился вопрос. Очень большой проект в Успенке, освещение райцентра Успенки. Водопроводы, сельская зона Аксу. Сейчас водопроводы еще добавились у нас и в Щербактинском, в Акулы, в Щербактинском районе водопроводы ремонтируются. Теплоснабжение, буквально теплоснабжение тоже в Щербактинский район, Железинский район, какие-то котлы меняют в Иноульском районе объекты социальной сферы. Большая помощь. Да, такие, ну я понимаю, что это уже около 250 проектов, хоть маленькие, хоть не маленькие они, но все равно это решение вопросов, именно то, что поднимают жители населения, жители районов. Вот такое вот. На следующий год мы его планируем продолжить. Инициатива хорошая. Вот что касается бюджета этого года, как он реализуется и все ли идет по плану? Ну, в этом году у нас почти 580, как я уже сказала, миллиардов тенге. Это наши собственные доходы, там порядка 330 миллиардов. Исполнение идет стабильно сейчас у нас. Вроде как, с графика мы не выходим. Ну, хочу сказать, вот все обязательства, социальные обязательства, они выполняются. Бюджетные инвестиции, которые у нас, бюджетные проекты, их очень много, более 350. Они идут в графике, все наши бюджетные проекты. По некоторым есть какое-то отставание, но тут немножко у нас недостаточно, небольшой недостаток финансирования. Это за счет республиканского бюджета, поэтому может быть незначительное отставание. А так, больше все идет в графике. Выплата, заработная плата всех этих, все этого обязательства выплачивается. Создан в этом, вот буквально, что нового? Это, опять же говорю, предвыборная программа в этом году реализуется стабильно. Вот, создан, сейчас вот создается в областном центре, центр психологической поддержки. Это по линии управления образованием. То есть это уже теперь будет методология всех психологов, чтобы вот как-то была координация их деятельности. Это помощь. Да, помощь всем организациям образования. И еще вот в этом году, вот сейчас реализуется еще проект «Безопасность детей». Это более 600 учреждений наших образований, организаций. Там будут установлены и турникеты, и опять видеокамеры, то есть это по безопасности. Вот они над этим сейчас работают. То есть как бы все идет. Что касается социальной сферы, какие средства из бюджета будут направлены, и вот что в приоритете? Ну, по социальной сфере это более 320 миллиардов тенге у нас на социальную сферу. Здесь это порядка 56 процентов. То есть у нас бюджет ежегодно социально ориентирован, и на следующий год тоже социально ориентирован. Но из этих 320 миллиардов у нас почти 53 процента. Это заработная плата, конечно, около 170 миллиардов. Так же мы продолжаем все поручения главы государства, инициативы ранее, которые были приняты. Мы уже неоднократно говорили о питании детей в школах с 1 по 4 бесплатно, и подвоз учащихся бесплатно в городах. И модернизация самих школ в этом году, 36 школ модернизируемых на следующий год. Мы предполагаем, что мы в том же объеме будем также и выделять средства, и тоже в таком же количестве школы. Это и здравоохранение. С 2023 года у нас идет обеспечение санитарным транспортом. В прошлом году 36 машин было в 2023, в текущем году 37 машин. На следующий год мы заканчиваем обеспечение санитарным транспортом. Все районы больницы, не просто больницы, а все именно медицинские организации. Это ФАПы, это сельские амбулатории. По медицине, если говорить, то там большие средства, около 5 миллиардов, направляются на модернизацию приобретения оборудования. Это по социальной сфере. Как я уже говорила, это безопасность детей. Социальные выплаты, они все социальные выплаты, программы занятости, они как у нас определены были. Все расходы социальные, практически все расходы социальной сферы у нас сейчас на областном уровне. Образование, здравоохранение, социальная защита, центры занятости ранее, как они назывались, и центры мобильной мобильности, они сейчас тоже все на областном уровне. То есть координация вся идет за счет наших областных управлений. То есть волняются такие вещи. Еще один вопрос, не менее, наверное, актуальный, волнующий, наверное, большинство. Что? Планируется ли надбавка и сколько людей получат надбавку к заработной плате? Знаете, у нас вот с прошлого года завершился уже проект повышения заработной платы педагогам. С 1 сентября у нас еще идет повышение, с 1 сентября 2023 года повышение медицинским работникам. В текущем году и в следующем году, в 2025 году, еще будет повышение заработной платы. Оно тоже в рамках где-то 30%. И у нас еще есть категория вспомогательный, административный персонал, рабочие. Этот проект повышения в следующем году тоже заканчивается. Вот ежегодно от 20 до 20% повышение зарплаты идет. Вот эти категории, которые я назвала, это категория у нас, ну, на нашем, на нашем постановлении, она прописана категория Д, С и рабочие, это у нас порядка 29 тысяч работающих. Вот они порядка 25% еще дополнительно в следующем году будет повышение заработной платы. И завершается на этом. А уже после 2025 года, ну, это уже как от финансовых возможностей, это, конечно, принимается на уровне правительства эти все вопросы. В следующем году вот сейчас службам тоже сейчас прорабатывается вопрос службы структурных подразделений департамента полиции. И у них тоже прорабатывается вопрос о повышении заработной платы. То есть каждый год частично, ну, наша какая-то сфера постепенно, постепенно повышает заработную плату. Да, это, конечно, не может не радовать. В каких отраслях у нас идет прирост, а в каких отраслях все-таки наблюдается минус? Ну, у нас прирост, конечно, в первую очередь это в образовании, потому что это очень большая сама по себе отрасль, да. Работающих очень много. Естественно, когда мы говорим о повышении заработной платы, даже вот эти категории, которые я вот сказала, категории вспомогательные, административные, рабочие, это, конечно, это образование. Там, естественно, повышение идет у нас и на следующий год повышение заработной платы, и расходы большие, коэффициент инфляции мы им добавляем, и коммунальные услуги повышаются. То есть, естественно, учреждений много, и, естественно, эта отрасль больше всего, и больше всего, конечно, увеличение расходов в данной отрасли. Да. А если говорить по инвестициям, то у нас немножко вот здесь уже изменилась вся структура. Если говорить о инженерных коммуникациях, то есть водоснабжении, водоснабжение в селах, оно почти у нас завершается в 25-м году до 100% доступ питьевой воды, да, в сельских населенных пунктах, то здесь у нас сокращаются расходы, у нас увеличиваются сейчас расходы на модернизацию, реконструкцию сетей тепловодоснабжения и водоканализационных сетей. И это в городах, потому что, естественно, у нас очень большая изношенность сетей, да, и поэтому где-то новые строятся, где-то модернизация идет этих сетей. И, конечно, вот здесь, в эту отрасль больше идет направление расходов. По жилищной политике уже центральные госорганы немножко политику изменили. И если в этом году, у нас в начале года совсем у нас были только выделены целевые средства на приобретение жилья, только категории СУСН, сейчас у нас есть еще два направления. Это мы привлекаем займ, то есть выпускаем государственные ценные бумаги. По поручению правительства, значит, будем выкупать арендное жилье с правом выкупа. Это вот сейчас мы привлекли порядка, привлекаем порядка 13 миллиардов тенге. То есть мы будем выкупать новое жилье, и это уже, ну, очередникам оно должно войти в арендное жилье. И продолжаем также пускать облигации для строительства кредитного жилья, ипотечного жилья, который идет через Басыбанк. Это вот то, что уже люди по ним знают, да. То есть по трем направлениям, то есть у нас категория СУСН, которым безвозмездно выделяется арендное жилье с права выкупа, и арендное жилье без права выкупа, и кредитное жилье. Ну и еще от того, что у нас средств таких нету, которые бы были, мы привлекаем ценные бумаги. Ценные бумаги. Вот здесь, наверное, это новая в жилищной политике. А какие проекты все-таки не удалось реализовать в этом году? Ну, знаете, у нас больше, конечно, проектов. У нас сейчас, ну, большая сумма средств идет на комфортную школу. Две комфортные школы, две школы строятся. Но я не хочу сказать, что мы их не реализуем. Естественно, я имею в виду, что вот такие школы сейчас, они в декабре сдаваться должны. Ну, первая городская больница, много говорят они, да. Она у нас на следующий год, она переходящий проект. Мы, в общем, завершать ее, реализацию будем в следующем году. По водоснабжению, все, что у нас запланировано, у нас мы планируем. С сельской местности мы все планируем проекты завершить. Проекты по аулу, либо с эгэ тоже есть у нас. Они переходящие проекты. То есть, ну, в общем-то, я говорю как таковое, что мы не смогли бы. Сейчас я не могу сказать, что мы не сможем что-то завершить. То есть, сейчас идет пока все в графике, в графике работ строительных, в графике. Ну, может быть, что-то в четвертом квартале, возможно, что-то. Но пока таких явных отставаний нет, чтобы можно было сказать, что мы не сможем сдать объекты. Вы затронули программу Ауэльбис-эгэ. Как она реализуется в нашем регионе? Ну, вот по программе Ауэльбис-эгэ у нас, значит, отобрано 191 село. 352 населенных пункта у нас всего есть. 191 село отобрали. Мы уже с 2019 года модернизировали 88 сел. Порядка 26 миллиардов мы направили уже средств за этот период. Около 400 проектов мы реализовали. Очень много, хочу сказать, очень много сделано по дорогам, естественно, по сельских населенных пунктах. Это именно не просто дороги, да, это улицы населенных пунктов. Очень много. Конечно, ремонт школ, ремонт медицинских организаций. И у нас достаточно хорошо бы шло строительство спортивных объектов. Потому что спортивные проекты мы практически за счет своего бюджета уже на протяжении вот 5 лет мы не строили. Строили только в рамках проекта Ауэльбис-эгэ. В этом году у нас 15 населенных пунктов. На следующий год 14 еще населенных пунктов. Мы планируем охватить вот в рамках этого проекта. То есть, где бываем мы, ну, я, наверное, и ваши коллеги где-то бываем, вот в населенных пунктах. Это очень-очень хороший проект, очень хорошее такое начало, начинание. Это люди и верят уже теперь руководству и района, и области, и все. И очень много благодарности передают всегда, потому что реализация проекта этого идет. Но, к сожалению, наше время подходит к своему завершению. Последний вопрос. Вкратце расскажите по оптимизации сел. Какие села, сколько сел вошли и как их можно спасти? Ну, для того, чтобы говорить, вот сколько это оптимизация, да, это мы обращаемся к закону административно-территориального устройства. Значит, у нас 28 населенных пунктов, которые с численностью населения проживает там менее 50. И по закону определена норма такая, если в течение трех лет количество людей, количество проживающих, 50 человек, менее 50 человек, и она не меняется, численность населения, то, конечно, должна быть произведена оптимизация населенного пункта. Пункт упраздняется, присоединяется к сельскому округу. Сейчас мы эту работу начали, но я имею в виду, что с районами. Мы, естественно, проанализировали, определили, что это 28 населенных пунктов. Последняя у нас оптимизация была в 2019 году до переписи. Но сейчас мы ждем ответа от наших районов, как они примут это. Ну, а это уже как бы неизбежная норма, потому что три года не меняется, больше 50 не стало. Ну, а как можно было бы их, естественно, спасти, как сказали, да? Ну, здесь, наверное, очень большой комплекс мер должен быть или координация действий. Это, конечно, бизнес должен туда зайти. Очень много программ, которые есть по поддержке Яула, Монаты, это, да, поддержка сельского предпринимательства и по линии социальной защиты. У нас и гранты есть, и льготные кредиты, недорогие деньги до 5 миллионов, 2,5 процента всего. То есть здесь, конечно, нужно привлекать бизнес. Если там появится бизнес, мы со стороны госорганов, или, можно так сказать, то есть мы обязательства свои выдерживаем в других населенных пунктах и социальную сферу поддерживаем, инженерную инфраструктуру поддерживаем. То есть привлекательность самого села с нашей стороны, со стороны власти, мы, конечно, стараемся обеспечить. Здесь сейчас вот уже нужен бизнес, и причем есть очень много инструментов, которые бы могли зайти. Если только сальдо будет меняться, то, конечно, вопросов нет по оптимизации этих населенных пунктов. То есть над этим надо поработать нашим, конечно, районам. Ирина Петровна, я благодарю вас за уделенное время. Пусть бюджет нашей области только увеличивается, а наш эфир подошел к концу. Увидимся на телеканале «Эртис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова